сейчас конечно жесткий будет переход приготовьтесь мы сейчас вот подряд несколько песен на рамштайн снова альбом послушали часа хуяк три дня дождя сейчас надо так это снизим ожидания песня отпускать мне очень трудно после рамштайн слушать три дня дождя поймите меня я как будто российскую премьер-лигу включил после лиги чемпионов как бы я понимаю что они стараются и как бы но это не их вина но бля на сравнении а возможно стоило сделать перерыв минут пять хотя бы на тебе две полосы от моей любви не шутить протест на беременность не шутить протест на беременность или протест на ковид там тоже две полоски кстати при положительном исходе вообще приятно звучит дешево очень но приятно оформление стилёвое но мне бы хотелось на цветокоррекции вот здесь приобрать вот этот уебанский фиолетовый вот на татуировках у него вот на значки анархии на губах на подбородке вот здесь на татухе на шее он конечно видимо решился протоками прям все лицо равномерно замостить как мозаикой меня этот синий прям бесит красный черный вот этот оранжевый хорошо этот синий вообще здесь ниоткуда а вообще оформление прикольно то есть вот это вот текстура с бумаги из чириканы которые наложены на лицо вообще вкусно сделано и а а Не, неплохо, и звучит неплохо, и мотив приятный, прилипчивый. Я говорю, вот тут, сейчас же опять вот начнем с этой херня, это же выйдет нарезкой на YouTube-канале, лайвовом, люди это будут смотреть как отдельный видосик, а на самом деле это четвертый час стрима, и, ну, как бы, все же это в контексте происходит. Короче, ребят, привет, кто в записи это смотрит, мы уже три часа в эфире, и мы перед этим слушали новый альбом «Рамштайн», мы поэтому говнимся, а не потому что «Глеб, три дня дождя, уебок». Мы пытаемся искренне доносить то, что чувствуем, но наши чувства зависят от контекста того, что с нами происходит. Потому что в чате сейчас вот все то же самое. Да, вот кто-то оптимистично пишет, что сейчас «Хуяк» и «Три дня дождя» сделает лучше, чем «Рамштайн», но это как бы удача. Можете на это поставить в тотализаторе. Я как будто пил лучший ром в своей жизни, а потом мне дали «Боярышник». Ну, грубо, но на сравнении действительно очень тяжело воспринимается. То есть просто... Когда ты слушаешь музыку, которая сделана большими мастерами своего дела, с огромными командами продакшна, с невероятной продюсерской работой. Ну, говорю, по песням «Рамштайн» можно писать в учебнике по продюсированию. А потом ты переключаешься на русских рэперов. И, боже упаси, молодых русских рэперов. Обнажается некоторая пропасть. Понимаете, в чем прикол? Ну, Глеб «Три дня дождя» не ноунейм какой-то. Глеб «Три дня дождя» не... Какой-то пацан, который там... Хотел сказать, не какой-то пацан, который пишется на тайп биты из интернета, а потом вспомнил, что он как раз тот пацан, который пишется на тайп биты из интернета. Ну, в смысле, это не мальчик для битья. Это чувак, который, ну, как бы большая звездочка. Он там туры ездит, у него там сотни тысяч фанатов. Он как бы большая звездочка по меркам российской индустрии. Но вот эта пропасть, конечно, по сравнению с мировой сценой, она прям болезненно отзывается. На самом деле, приятный инструментал. На самом деле, хороший мотив. Просто если абстрагироваться. Звучит плоско-дешево. Это, знаете, такая музыка с привкусом дешевого портвейна и дешевых сигарет. То есть, это романтично. Вот там порвали джинсы, старые кеды, какие-нибудь сратые сигареты дешевенькие из ларька и самый-самый дешевый, какая-нибудь сангрия по 200 рублей за бутылку. И вот если ты вот в таком антураже находишься, как бы прогулки по ночному городу, запах асфальта после дождя, хлюпающие кроссовки, и в наушниках три дня дождя, наверное, это очень аутентично. Очень романтично и прям заходит. Просто это не моя эстетика, я немножко это все перерос, и поэтому мне не заходит. Но я понимаю, что армия девочек-фанаток, наверное, есть вот именно благодаря этому ощущению, что вот этот звук, это настроение, которое он создает, оно очень созвучно с повседневной жизнью людей, которые это слушают. Причем я не хочу, чтобы это прозвучало уничижительно, это очень романтично и классно. Правда, у меня тоже было такое время, просто я слушал другую музыку в этот момент, у меня были свои герои. Но у кого-то таким героем выступает Глеб Три Дня Дождя. И, наверное, вот этот дешевый такой плоский звук, он отчасти подходит к... жизни людей, которые это слушают. Это просто удачно подобранный саундтрек. На самом деле, это может быть хорошо реализованным концептом. Мне пишут, так может быть в этом и есть вайп Три Дня Дождя, так... а я про что вам сейчас несколько минут распинал-то? Буду бы в детстве, поздней весной, снова за руки вместе. Отпускай! Вслед за мечтами, куда-то туда, не, но снова играем, играем со двой. Буду бы в детстве, поздней весной, снова за руки вместе. Отпускай! Чужие голоса из памяти слова, которые нельзя никому всказать. Глаза свинили в дом, ты отпустила в дом, мой дом теперь закроется навсегда. Чужие голоса из памяти слова, которые нельзя никому всказать. Глаза свинили в дом, ты отпустила в дом, мой дом теперь закроется навсегда. Я уже думал, встал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну я хорошая песня. Действительно должна найти своего слушателя. Мне кажется, что... Песня очень саундтрековая. То есть она очень хорошо бы подошла под какой-нибудь... Нарез без какого-нибудь фильма, вот там, про подростковую любовь. То есть, ну, у него есть своя фишка, у него есть свой прикол. Классный привязывающийся припев. Действительно. И вот, да, вот эта атмосфера, на самом деле, романтичной дешевизны. Я все ругался на то, как звучат его песни. А я сейчас подумал, блин, наверное, в этом есть свой прикол. Для меня это, конечно, не повод это слушать. Потому что я мокрый асфальт предпочитаю под, там, серое небо Агаты Кристи вдыхать. Ну, у каждого поколения свои герои. В конце концов, из Агаты Кристи потом получается Вадим Самойлов. То есть, «Три дня дождя» уже получился «Глеб три дня дождя». Вот пишут, «Звук и характер Глеба две причины не любить песни, это печально». Как человек, он, к сожалению, кусок говна. Ну, вот, мое мнение. Просто, ну, мразота. Очень неприятный, истеричный, взбаломошный, высокомерный чувак, который омерзительно себя ведет. По крайней мере, вообще не со мной, он себя ввел настолько хуёво, и все, что я при нем видел, было настолько мерзко, что я просто брезгливость испытываю некоторое. Это, конечно, накладывает отпечаток на восприятие. Он талантливый. Он талантливый автор, талантливый исполнитель. И полное говно, как человек. И, я вас уверяю, это будет еще давать о себе знать. Помимо всего того, что вы уже видели. Субтитры создавал DimaTorzok